Всем привет! Меня зовут Оля. Очень сложно возвращаться после этих новогодних каникул. Сегодня разбирала елочку и поняла, что все-таки нужно уже записать новый ролик. Тем более в январе у меня выходило всего лишь два новых видео. Прежде всего, хотелось бы сказать, что в феврале у меня день рождения. И я никогда такого не делала, но когда я жила в России, на постоянной основе у меня была такая, можно сказать, акция. Ну не то чтобы акция, а просто история с подарками. Мне очень часто хотели подписчики что-то прислать, и это было возможно. Сейчас, к сожалению, так как я живу в Черногории, сделать это, ну, как бы невозможно. Единственный шанс что-то попробовать сюда доставить, это когда моя мама отправляет мне посылочку с книгами. Поэтому, кто хочет меня поздравить с днем рождения, подарить там какую-нибудь маленькую книжечку или еще что-то. Вот все, что хотите, все, что пожелаете, оставлю внизу в описании пункт самовывоза ОЗОН. Если что-то вдруг кто-то захочет мне присылать и поздравить с днем рождения, собственно, обращайтесь к нему. Что вас ждет в этом прекраснейшем ролике? Как обычно, классические планы книжного блогера, которые практически никогда, наверное, не осуществляются. Но этот год, как я уже говорила, он для меня будет годом удовольствия от книг. Поэтому то, что я вам сейчас покажу, я думаю, это будет в обязательной программе. То есть я перебрала все свои книги и понимаю, что вот эта стопка огромная, она точно будет прочитана. Плюсом к этой стопке, конечно же, будут электронные книжки, которые, безусловно, будут, возможно, превышать бумажное количество. Потому что уж прям я очень полюбила еще больше, наверное, в том году электронный формат. Начнем, как обычно, в рандомном порядке. Я, кстати, в своем телеграм-канале уже показывала некоторые из этих книг, что я планирую прочитать. Поэтому обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Потому что в Черногории зима уже в скором времени закончится. Это значит, что у нас будет потрясающий красоты контент, будут какие-то поездки. Первая книжечка Клэр МакГоуэн «Меня зовут Шон». Книгу эту покупала два года назад, еще в Новокузнецке, когда приезжала в отпуск. Листала ее там, трогала, хотела ее все прочитать, но как-то не решалась и поняла, что увезу ее с собой сюда. Поэтому недавно мне мама ее прислала, буду ее читать. Это автор книги «Что ты сделал?» по-моему, так называется. Та книжка, в принципе, мне понравилась. Ничего не жду от этой истории, но, надеюсь, хотя бы не разочаруюсь с этой книгой этим автором. Карлос Руис Сафон «Город Испара». Эту книгу я купила в Барселоне, потому что испанца нужно купить в Испании. Это сборничек рассказов. И, ой, у меня здесь даже закладка есть из русского магазина, в котором я купила эту книгу. Надеюсь, также успею ознакомиться с этой вот малюточкой, тем более она очень тоненькая. И если мы куда-нибудь будем, опять же, ездить по стране в очередной раз, я ее с собой возьму и прочитаю. Возможно, в каком-нибудь своем очередном ролике 24 часов. Так, пока еще зима, друзья. К вам вопрос. Василий Криптонов и Мила Бочурова. У меня здесь «Холодные тени». Это третья книга, роман, третий роман «Цикл неон». Кто читал? Пожалуйста, откликнитесь. Кто читал первые две книги? Можно ли ее сейчас мне взять, прочитать мне цикл, не читая первые две части? Потому что книга такая красивая, такая зимняя. Не знаю, будет ли у меня в этом году снег, буду ли я его лицезреть, потому что в планах было с ней отправиться именно на снежные склоны. Но вот напишите, стоит ли ее прочитать или нет. Потому что это какое-то убийство на арктической станции. А, спрятать на изолированной арктической станции потенциальную жертву. Вот интересно просто. Стоит ли это прочитать отдельно? Конечно же, у меня в планах еще один томик «Карин Жибель. Каждый час ранит, последний убивает». Исключительно не читала аннотацию, потому что с «Карин Жибель» аннотации вообще не нужны. Это совершенно автор прекраснейшего слога. И не могу сказать, что все книги мне очень понравились, которые я читала. Я прочитала три книги, соответственно, всего лишь те последние книги, которые я читала. И, мягко говоря, она мне не понравилась. Но вот от этой знаю, что все в восторге, все очень любят эту книгу наравне с искуплением крови и честилищем для невинных. Поэтому уже очень сильно предвкушаю. Прямо вот ручки очень чешутся. Скорее всего, я ее возьму уже вот совсем-совсем скоро, потому что поделюсь с вами, что я сейчас читаю. Кто следит, опять же, за мной в телеграм-канале, я читаю Ули Алекса. Алекс Д. Ули три книги цикла. Это что-то феноменальное. Возможно, когда я закончу третью часть, сейчас я на третьей половине второй книги, я сниму отдельный ролик, потому что многие ошибочно предполагают, о чем пишет Алекс. Я хочу развеять эти мифы и рассказать всю правду о книгах Алекса Д. Дальше у меня еще один триллер «Смертельные тайны». Вот это новая серия триллеров «20 лет спустя» Чарли Донли. Много, опять же, слышала хороших отзывов на историю, много раз про нее рассказывала, что эта книга прежде всего меня подкупила тем, что здесь история у нас связана с 11 сентября, по-моему, да? Да, терактом. Вот, что-то там спустя какое-то время произошло, и вот про эту девушку нам, по-моему, повествует автор. Так, не уверена, опять же, что мне понравится, хотя, когда я получила эту книгу, я прям сразу хотела ее начать, не знаю, просто хотела с серией, наверное, познакомиться. Вот, так что предвкушаю также еще знакомство с другой книгой. Этой же серии вот мне очень советовали, не помню, как она называется, но тоже вот советую. Интересно просто. Кто-то видела какой-то отзыв у девушки, знаете, и она прям конкретно разнесла эту серию, что там какой-то перевод не очень. Мне очень интересно, опять же, свое мнение составить. Так, книга, которая у меня с закладкой, между прочим, уже лежит. Это Дом Холлоу, Кристалл Сазерненд. Не уверена, что мне этот жанр сейчас придется по душе. Тем более, у меня есть даже фотография такой в осенних тонах. Не знаю, на какой я сезон оставлю эту книгу. Смотрите, она какая тоненькая, малышка совсем. И если я вот куда-то поеду, опять же, выберусь, возможно, я ее просто возьму с собой, сниму снова очередной свой ролик. Вот, посмотрим. Кстати, напишите обязательно в комментариях. Вот сейчас такой период переходной, да, из зимы в весну. Может быть, есть какие-то пожелания к моим видео. Может быть, вы что-то хотите особенное от меня увидеть, обязательно об этом напишите. Потому что сейчас прям не хватает мне этого вдохновения, не хватает каких-то советов и пожеланий, в конце концов, тому, что вы хотели бы здесь видеть. Потому что совсем как-то у меня сейчас пока что туго, и с фантазией, и вообще с желанием вот что-то сесть и снять. Элизабет МакНилл, цирк, чудес. Книжку тоже давно уже купила. Прям не скрою, давно. Мне кажется, даже не в прошлом году. 22-й год, боже-боже. Даже не помню уже описание, хотя читала аннотацию предпокупкой, причем досконально. Потому что, опять же, это жанр, который, наверное, мне не очень близок. Хотя, это у нас что? 1866 год. Поселок и балаган, цирк, чудес, Джозеппе Джупитера. Не знаю. Очень мало об этой книге слышала в свое время, когда она выходила. Поэтому, наверное, я ее так откладываю. Ну, да, откладывалась. Буду, конечно, читать. До самой смерти. Цереза Дрисколу. Ее начинала я читать и купила в каком-то видео. По-моему, охота на книги у нас с вами была. Я ее купила и даже начала читать. И даже прочитала до 24-й страницы. Но потом, насколько я помню, я переключилась уже на другую историю и придется, совсем забыла. Вот нужно бы вернуться и прочитать. Потому что книга, вот прям, по-моему, огонь. Так, «Мотель вечерняя заря» Симона Сент-Джеймс от «Сломленных девочек». Знаете, да, что есть такой вот срезик тут очень-очень красивенький. Прям потрясающей красоты. Я уверена в этой книге. Сразу скажу, вообще на все 100 миллионов процентов. Потому что автор, ну вот прям мой. Так же, как и с Карин Жибель. Вот как-то два автора, которые для меня открылись в прошлом году. Вот. Еще я уже скачала себе книгу «Несчастных случаев» тоже этого автора. Надеюсь, меня также возбудит эта история. Так, еще одна книжечка, которая у меня уже очень-очень давно, много-много-много лет. «Загадочная женщина» Анна Эгберг. Вот такая, знаете, хоть и твердая обложка, но она мягкая. Вот прям гнуть ее можно. У этой книги очень интересная аннотация, потому что она про девушку, которая живет со своим возлюбленным на острове, а он писатель. Что это за «Загадочная женщина»? Там, по-моему, ее кто-то с кем-то перепутал. Будет интересно узнать. Шрифт, кстати, вот. Классический для клуба семейного досуга. У меня очень много было в свое время этих книг. Так что я почему-то в них даже уверена. Так, давайте классику, наверное, покажу сразу. Вот так. Да. Немножечко убрала классики, потому что ко мне еще приедет классика. Так что я человек настроения. Могу сразу взять новенькую, чем которая лежит. Три книги с вами с моим. Это прямо на весну прочитать конкретно где-то вот март-апрель вот я хочу. Ну, конечно, не все. Может быть, по книге в месяц буду брать. Миссис Креддок. Мне кажется, вот это очень понравится. Карусель и Острея бритвы. Вот эти две, я думаю, мне прям очень зайдут в целом, потому что это истории такие плюс-минус любви, про женщин. Вот это немножечко, по-моему, посерьезней. Да, здесь про смысл жизни. Вот, поэтому будет такое чтение. То же самое, когда все писали прочитать Скорее театр. Сомер сетом моим, я его прочитала, и мне он категорически не понравился. Для меня самая слабая книга автора была. И Томер, Томер, Томер. Томас Гарди. Гарди. Что у меня сегодня с речью? Томас Гарди в краю лесов. Очень странный. У меня экземпляр попался. Во-первых, тут какое-то пятно. Ну да ладно, не о пятнах речь. У меня поехала здесь в целом страничка. Видите? Ну то есть, вот здесь хорошо видно, как она уехала. Не знаю, что это за брак такой, ну прям конкретный. Потом все нормально стабилизируется, все хорошо. Ну вот, в общем, тоже история любви. Тоже посмотрим. И маленькие женщины, хорошие жены. Ой, столько уже читала комментариев по поводу этой истории. Очень много мне уже в телеграм-канале про нее написали, потому что я ее выкладывала, так как она у меня была в планах на этот год. И все пишут, ну то что все, очень много пишут, что она мне не понравится, что это очень скучное чтение, что она не зайдет. Кто-то пишет, что это наоборот очень классная книга, очень вдохновляющая и так далее. Вот не знаю, в какой лагерь попаду я, но обязательно это сделаю. И последняя из классики у меня Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Книгу я начинала читать, когда мне было, наверное, лет 18, что-то вот примерно так, может быть, пораньше. Я ее абсолютно точно не поняла и решила как бы все, с ней закончить знакомство. И вот как раз-таки, когда у нас вышло вот это вот замечательное оформление у миф, ну я решила, почему бы и нет. Причем сейчас еще одну, по-моему, книгу выпустил миф, ну в смысле еще с одной другой обложкой. И вот мне она понравилась уже гораздо больше, но, так сказать, не выбираю. Так, еще у меня две твердые обложки здесь. Это от Бомбора «Сценарий триллера». Как придумать, как написать и как продать триллер. Не знаю, зачем мне эта книга сейчас, потому что я еще свою историю не дописала. Кстати, очень планирую быстренько это сделать, в скором времени. Так, и Франк Тилье, первая, единственная, в общем, первая, в общем, единственная книга, которую я еще не прочитала, вне цикла, это сновидение. Также очень много мне уже писали про эту историю, что прочитать ее уже и забудь, потому что кому-то она не понравилась, кому-то было скучно, кому-то наоборот было нормально. Но у всех очень разное мнение. И то же самое я могу сказать про книгу «Книжный клуб Южного округа» или про вампиров. Вот эта вот история, которую все так рекомендовали мне, я ее купила, заказала. Она еще такая толстенная. Друзья, мне она вообще не понравилась. Она вот вообще, не знаю, мне было без разницы на героев как-то. Ну, я потом в отзыве подробно расскажу. Я, в общем, обалдела от того, что мне, наверное, впервые такое книга по советам вообще никак не изошла. А у меня еще вот тут затесался еще один «Томас Гарди и его возлюбленная». Тоже история про любовь, которую, я думаю, сам Бог велел читать в какую-нибудь пору такую весеннюю. Так, и триллеры. Ну, как триллеры. С этими книгами, они вот такие малютки, я планирую ездить на море и брать их с собой в поездки, читать. На что-то буду снимать свои ролики, на что-то не буду снимать. В общем, посмотрим. Все дело настроения. «Убивать осоздано» Карстен Дюс. Очень, говорят, ироничная, интересная, классная книга «Детектив», который написан впервые с юмором. То есть здесь можно даже посмеяться, чего я вообще никогда не делала в триллерах. Жан-Крестов Бранжелия «Смертвецов». Одна из последних также новинка уже показывала. Тесс Гэрритсон «Призрак ночи». Последней посылочке приходила мне. Вот ее прям нацелено в скором времени взять. «Пассажир без лица» Николя Беглё сразу предупреждает. Это вторая книга. Вторая книга серии. По-моему, всего их как раз-таки две. Так что, если кто-то захочет прочитать эту историю, я не знаю, честно, насколько ее можно читать отдельно, но на всякий случай вы должны знать, что это вторая книга. Если что, я вас предупреждала. И Стивен Кинг «Кристина». Толстенькая книжка. Но ничего. Вот хочу все-таки в этом году уже познакомиться с вот этой историей. Это были все мои планы на этот год. И я хочу вам пожелать, читайте, пожалуйста, книги авторов, которых вы любите. Не нужно откладывать их. Не нужно куда-то вот спешить, прочитать все, что вышло. Все новые книги, все новинки. Познакомиться с новыми какими-то авторами. Если у вас есть что читать, если у вас есть любимчики, пожалуйста, не забывайте про них. Потому что они грустят. Им очень обидно. Поэтому здесь в основном все эти авторы. Ну, Сомерс от Моэм, например, да. Карин Жебель, Франк Селье. Гранжи, я, к сожалению, не читала. Но думаю, что он войдет в список у меня любимчиков, да. И серии вот эти, которые я вам сегодня показала, это то, что я люблю читать обычно. Почему эти книги у меня лежат некоторые, и я их не беру сразу. Потому что берегу. Все остальное лежит дальше. Поэтому обязательно читайте то, что любите. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Всем пока!